Сегодня в Чувашии с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе. Михаил Бабич проинспектировал ход строительства кадетского корпуса. Ввод объекта намечен уже на конец августа. Отставать от этого плана недопустимо, отметил Полпред. Напомним, что соглашение о реализации этого проекта было подписано в прошлом году в Министерстве обороны страны. Как продвигаются работы, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Гидом по строящемуся объекту для Полпреда президента выступил председатель Кабинета Министров Республики. Реализация проекта в правительстве региона находится под постоянным контролем. Каждую неделю подрядчики представляют Ивану Моторину подробные отчеты. Сейчас главная задача войти в намеченный график. Работы запуксовали в начале года, но строители постепенно наращивают темп. Сейчас отставание от планового графика. По новому графику, который сейчас проголосовали. Пока идем по этому графику. Приступили уже ко второй кладке по блоку ГАИ. Там были сложности определенные. Кладка узорчатая, четыре разных кисточа. И комичеку, конечно, приходилось тренироваться. И разборку... Привыкли уже. Семпатичный очень вид. Да, проблемных монетов вы для себя не имеете. Нет, здесь решаем в рабочем порядке. Подрядчик у нас строил школу в Цивильске в рамках федеральной программы. Проблемы, мешающие работе подрядчиков, устранены полностью. В первоначальный проект пришлось вносить немало корректировок. Это фундаменты, это дренаж, там очень обводненные грунты были, много вносилось в мини-проекты. В начале этого проекта проблем не осталось у нас. Проект их не осталось. По ходу, который возникает, решаем быстро. В правительстве региона уже позаботились и о внешнем виде кадет. При уточнении заложили еще 16 миллионов на обмунирование кадетов. Соответственно, будет прошита форма летняя, зимняя, церемониальная. Кадетский корпус имени Кочетова примет более 400 ребят. Для учебы и тренировок здесь обустроят электронный тир, футбольное поле, баскетбольную площадку и даже ледовый дворец. В мае месяце пройдет корсовет Минспорта России и уже будет выпущено распоряжение правительства Российской Федерации. Общая стоимость 260 миллионов. Я думаю, проект будет организован. В кадетском корпусе планируют обучать будущих летчиков и моряков. Сейчас полномочному представителю президента показывают, где именно сядутся парты кадета. Здесь возведут трехэтажный учебный корпус. Работы идут по графику. Для кадет возводят и спальные корпуса. Один из них за счет благотворителей в лице компании Ренова. Крайние сроки определены. Двери кадетского корпуса откроются 20 августа. Михаил Бабич отметил, что подрядчики должны правильно расставлять приоритеты. Вслед за кадетским корпусом начнется и благоустройство парка. Работы намечены на весной этого года. Проект амбициозный. Освещение, тропиночная сеть, малые архитектурные формы, детские площадки. Все это запланировано. А мы его парки не оборудовали. Как его назвали? Парк, первоначальное название Шупашкар. Но сейчас провели опрос и он будет переименован в кадетский парк. Кадетский парк, мне кажется, звучит хорошо, да? То есть эта работа сейчас проводится. И, наверное, такой парк будет первый. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.